Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала, вновь прибывшие, случайно заглянувшие. Я вас всех приветствую, меня зовут Эрсен. Спасибо большое за лайки, за комментарии, за ваши теплые слова. Я все читаю, девочки, мальчики. Давайте посмотрим, мы недавно смотрели, что у вас будет с мужчиной в апреле месяце. А сейчас последний день, сегодня марта, потом будет апрель. Давайте вообще, в принципе, посмотрим, что вас ожидает в апреле. Будет не только личная жизнь, попробуем еще и финансы посмотреть. Апрель, вдруг дадут, вдруг сегодня случится чудо и не выпадет наш кубковый мужчина. Поэтому давайте посмотрим, что вам принесет апрель. Либо, может быть, посмотреть, какие положительные. Ну, давайте вообще посмотрим, что скажут. Так, что-то у меня здесь перекручено было. Так, где тут эта карта перекручена? Тройка кубков. Будет праздник у вас какой-то, а может быть вообще, в принципе, будет праздник. Да, у кого-то день рождения там, может быть, в апреле. Кто-то пойдет на день рождения в апреле. Все-таки карта праздника, юбилей. Так, кто-то вообще, в принципе, просто будет праздновать победу. Да, я отвязалась от этого мужчины, оборвала привязки. И я в счастье. И будете праздновать сама, да. В отвисших странишках дома на диване сижу. И я счастлива, я праздную. Смотрю телевизор, делаю, что я хочу. Может быть, ем мороженку, да. Ну, в общем-то, карта праздника. Так, давайте посмотрим. В общем, напоминаю, что позиция одна, расклад общий. Сейчас посмотрим вашу сигнификацию. Если подходит ваша сигнификация, вы понимаете, что это ваше, значит, смотрим дальше. Если понимаете, что что-то здесь не так, не моя сигнификация и вообще и не я, тогда, к сожалению, это не ваш расклад. Ждите новых раскладов на моем канале, либо переключайтесь на любой другой. Каналов на ютубе очень много. Итак, давайте посмотрим вашу сигнификацию. Так. Так, так. Ну, здесь был мужчина и две женщины, так скажем, да. Одна из них женщина такая, знаете, я бы сказала, тонко чувствующая, интуитка, у нее огромный внутренний мир. Женщина здесь либо водного знака зодиака, либо у нее асцендент в водном знаке зодиака, да. Другая женщина полная, ей противоположность. Вот. Женщина практичная, целеустремленная. Женщина, которая умеет и любит обращаться с деньгами. Часто, кстати говоря, у нее есть денежка на черный день. Ну, это не потому, что она крохоборка или жадная, да, а потому, что она вот такая практичная. То вдруг, вот, к примеру, я уволюсь, у меня денег не будет, а у меня вот есть на черный день. То есть здесь одна женщина такая, которая вот может потратить все вообще в принципе, да, и вот у нее ноль будет, и у нее и нету никаких вот запасов, да, на черный день. А вторая, наоборот, полная противоположность. То есть, знаете, здесь такие две женщины, как небо и земля. Здесь могу что сказать? Здесь была семья, и здесь был роман. Поэтому здесь мужчина играл на два фронта. Вот такую ситуацию мне выдали по отношению к вам, да. То есть сейчас я не знаю, сейчас посмотрим, что сейчас у вас. Ну, вот такая ситуация, да. Из пустого в порожнее все переливалось. Мужчина здесь вел себя как дурак, и хотелось ему легкости, хотелось приятное времяпрепровождение, скакал здесь. Может быть, с семьей его связывали дети, деньги, документы. Здесь такая карта, да, и он не мог уйти. А может быть, просто вот его все устраивало, и он вот хотел быть, хотел усеять на двух стульях, так скажем. Здесь вот такая ситуация, да, вот карты показали вот такую. Ну, и вы решили здесь плыть к новым берегам. Еще раз повторяю, как мне кто-то говорит, к новым берегам. Это что, к новому мужчине? Я же ведь не согласна. Здесь не к новому мужчине, а вообще, в принципе, вы просто вышли из этих отношений, вышли из этих треугольников и поплыли к чему-то новому, к новой себе в первую очередь, да, не к новому мужчине, не к новому там еще к треугольнику и так далее. Просто вы вышли из этой ситуации. Все, вы решили, что я больше не хочу. Я села в свою лодочку, назвала ее лодочка, да, как-нибудь надежда, вера, любовь или как-нибудь, да, как лодку назовешь, так она и поплывет. Собственно говоря, вы сели в свою лодочку, назвали ее каким-то своим именем, да, и, собственно говоря, поплыли. Каждый в свое поплыл. Потому что вот иногда говоришь людям общий расклад, как мне вчера, вытянула несколько карт. Говорю, я вытела несколько карт, чтобы посмотреть, где вы познакомитесь. Мне одна женщина пишет письмо на почту. Я поеду, значит, на курорт, там поссорюсь с кем-нибудь, там, в общем-то, она, я говорю, вы понимаете, вообще слышали, что я вам говорила в раскладе? Я назвала несколько мест, где вы можете познакомиться, да, может, при каком-то конфликте вы познакомитесь, да, может быть, еще там вы на курорт поедете, может быть, это карта солнца летом вы познакомитесь. Она все вот так вот переначала, и мне вот такую билиберду написала. Я сидела просто и думала, боже, ну вот как люди слушают, да. Поэтому вот я вам еще раз повторяю, да, чтобы вы услышали, к новой себе вы в первую очередь плывете, к новым берегам, может быть, к новому мужчине, у каждого свое. У вас здесь была зависимая ситуация, вы не хотели посмотреть правде в глаза, вам было тяжело, вы были в каких-то зависимостях, в каких-то ограничениях, да, вы от всего, от этого уходите, либо уже ушли. То есть здесь ситуация такая, у вас появилась здесь энергия, вы стали более решительной, королева Жезлов, она, собственно говоря, и в Африке королева Жезлов. Вот такой вот черный котик у вас есть красивый, да, вот такой вот упитанный, здесь хорошо вы его кормите. Вот, кисонька красивая очень, посмотрите, какая кисуля наглая, смотрите, какая у нее рожа, да, ну морда, не рожа, у котиков мордочка. Вот, у вас есть кисонька, у вас есть домашнее животное какое-то, да, вы почувствовали прилив энергии, стали более солнечные, да, стали более эгоистичные, но у вас эгоизм, я бы сказала сейчас, на данный момент, это, знаете, как здоровый эгоизм. Я люблю себя, я хочу там к себе здорового отношения, я заслуживаю лучше, чем быть там в ваших треугольниках, и до свидания, я скинула с себя эти оковы, мне надоело, что все из пустого в порожнее переливается, что ничего не решается, и я пошла. Вот здесь такая ситуация, вы напитали себя энергией, вы передохнули, вы как-то вот вышли, так скажем, в другую энергию, да, где-то вы, может быть, вот были как мямля, так скажем, я извиняюсь за выражение, но по-русски мне другого слова не найти. Вы были, да, вот он как-то вил из вас веревки, вот как-то он мог вить из вас веревки, мужчина, но в какой-то момент вы подумали, что я не хочу больше, все, меня это не устраивает, и вы, знаете, вы стали его зеркалить, стали, ну, оборвали эту связь, захотели справедливости, здесь, кстати говоря, здесь даже кто-то кого-то отсек. Здесь, может быть, еще, если вы были семьей, здесь у вас, может быть, стал вопрос о разводе, либо подготавливайте документы к разводам, все-таки карта справедливости, карта семьи, да, и карта пожадость может указывать на то, что у вас могут быть сейчас период развода с этим мужчиной. Ну, для кого это актуально, да, для кого не актуально, просто карта справедливости. Вы все взвесили на эту чашу весов, да, и решили, что я вот, да, если здесь посмотрите, здесь сердечко, а здесь перышко, да, и вот вы здесь взвесили, что вот что я хочу, легкости или разбитого сердца, вот, поэтому здесь вот такая ситуация. И вы решили, что не хочу я больше разбитого сердца, я хочу вот этого легкости, я хочу себя любимую, да, вот, и выбрали вот это вот красивое перышко, выбрали легкость. И по тузу мечей все отсекли, не хочу больше, все. Вот, и пытаетесь сейчас найти внутренний баланс, потому что здесь мужчина пытался вот усидеть на двух стульях, да. Вот, ему было хорошо. Такой вот у нас красавчик в красной шапочке, вот. Поэтому, смотрите, если ситуация ваша, значит, смотрим дальше расклад. Если ситуация не ваша, ну, к сожалению, не ваш расклад. Так, давайте посмотрим, что вообще вас ждет в апреле месяце. Давайте посмотрим план финансов, а то потом нам не дадут. Что по финансам. Что в апреле месяцев у этой женщины будет по финансам в апреле месяце 2021 года. А здесь у нас рыцарь Пентакли. Деньги будут, я не могу сказать, что денег здесь не будет. Здесь деньги будут. Да, карта, если говорить про деньги рыцарь Пентакли, карта не быстрая, но деньги будут к вам поступать. Это такая карта, да, когда у нас деньги приходят. С неба я не имею в виду, да, что у вас тут с неба. Здесь ничего с неба к вам падать не будет, да. Это понятно, что деньги придется зарабатывать. Но я имею в виду, что здесь у вас деньги, они будут. Вы не будете там сидеть, думать, как заработать деньги, где их взять. Да, вот здесь такая ситуация. Деньги будете получать, да. Не в самое, может быть, если у вас какая-то есть сделка, или вы на что-то там рассчитываете. Не так скоро, да. В ближайшем, ну, не ближайшем. Потому что рыцарь Пентакли – это карта не быстрая. Да, если у вас есть какие-то там начинания, либо вы куда-то деньги вложили, здесь, да, вы будете пожинать плоды, но не так скоро. Вот. И, собственно говоря, если говорить про рыцаря Пентакли – это честный заработок, честный труд, да. Это умение планировать, распоряжаться деньгами. То есть здесь вот Исаксу, собственно говоря, если говорить про карту финансов, да, ну, да, сомнительные какие-то рискованные там эти махинации, погони за двумя зайцами, где-то там кого-то обхитрить не стоит, да. Здесь это именно карта практичности. Тише едешь, дальше будешь. Так, медленный, да, стабильный заработок. Поэтому здесь вот вам, как даже совет, да, по рыцарю Пентакли, если вам будут предлагать, там, давай кого-нибудь там обманем, или там двойное дно, или там двойная бухгалтерия, либо что-то еще, давай проведем мимо кассы. Это не стоит, да, это вам предупреждение, как, ну, здесь именно честный заработок, да, честный труд. Тише едешь, дальше будешь, еще раз повторяю, да. Да, поэтому здесь, если вы куда-то вложились, либо планируете вложиться, здесь прибыль будет, но не так скоро, как хотелось бы, да, вот таки. Поэтому здесь такая ситуация. В плане финансов я не вижу ничего плохого. Двойка кубков. И опять, смотрите, двойка здесь, здесь карта справедливости опять выходит, да, поэтому здесь внимательнее, девочки. Вот здесь карта справедливости, поэтому обращайте внимание, на что вы там подписываете. Да, какие документы, если вы там какие-то подотчетные документы, либо, ну, за что-то отвечаете. Да, здесь внимательнее просто смотрите, поступайте по справедливости, потому что иначе может, ну, печально для вас закончиться. Вот, поэтому в плане финансов здесь будет стабильность. Медленная верная стабильность. Четверка Пентакли, ну, вот карта стабильности. Будете сидеть со своим, да, вот, чемоданчиком, сложите свои, как вчера я сказала, доспехи Жанны Дарк в чемоданчик, сложите свои Пентакли. Будете, карта четверка Пентакли, карта стабильности. То есть никаких там у вас супер-пупер потрясений не будет. Потери денег я здесь тоже не вижу. Здесь все, опять-таки, только, девочки, обратите внимание, по справедливости поступайте, да, как хотите, чтобы относились к вам, так же и поступайте вы. То есть только, да, это касается работы. Именно как-то, знаете, выработайте практичность, потому что вы, кстати говоря, может еще решаться какая-то проблема с имуществом. Да, вот планы финансов здесь у кого-то будет, как раз-таки у кого развод, да, здесь вы будете делить какое-то имущество. Поэтому здесь может быть какие-то договора, контракты опять, да, поэтому здесь именно вот вы добьетесь, да, стабильности какой-то. Вы, пошла такая информация, у меня аж это виски сдавило. Здесь, если вы, у вас будет здесь развод и дележка имущества, вы останетесь при своем, да, вы в квартире созависимых отношений с мужчиной, да, была какая-то тупиковая ситуация. Давайте посмотрю для этих, раз пошла информация для тех, кого, для тех, кого это актуально, кто здесь судится. Давайте посмотрим, потому что она пошла информация, что для них будет. Вот, ну вы выиграете здесь, девочки, вы как-то, вы будете очень сильно переживать по этому поводу. Шестерка Пентакли, вы выйдете, вы выйдете из этой ситуации, вы здесь, если разведетесь, вы выйдете из этой кабалы, из этой зависимой ситуации, из этого подвисшего состояния, да, с этим мужчиной. Вы здесь выйдете, опять шестерка мечей, все, и четверка жезлов, и здесь шестерка пентаклей, вы выйдете из этой ситуации. Не так быстро бы, как вам хотелось, но карта колесницы, здесь вам надо будет приложить усилия, карта силы, да, то есть не имеется в виду физическая сила. Имеется в виду, что если вы приложите какие-то усилия, у вас будет движение, карта колесницы будет движение вперед, выход из зоны комфорта, и вы выйдете, да. Здесь вы выйдете, Паша Пентаклей и, как ее, господи, королева Пентаклей, вы выйдете для себя в хороших, ну, для себя в выигрыше вы здесь выйдете. Поэтому это вот ситуация для тех, у кого именно идет какие-то судебные разбирательства. Опять-таки здесь может быть карта правосудия, да, если кто-то работает в сфере правосудия, здесь тоже у вас может быть какая-то рабочая, да, эта ситуация не личная с мужчиной. Здесь вы тоже, знаете, проявите усердие, проявите карта силы, некие усилия, да, обратите внимание на бумаги, пристальная прям, да, можете попросить помощи. Вообще у кого помощи попросить, у кого не показывают, у кого. В общем-то, да, ну, видимо, может расклад такой прям точечный, поэтому не говорят. Вы можете здесь попросить помощи, у кого-то совета, да, как посоветоваться. Ну, то есть не думайте, что вы сама вся лучше всех все знаете, не брезгуйте тем, чтобы попросить у кого-нибудь совета, да, спросить совета. Здесь можете. Ну, и опять-таки, возвращаясь к финансовому положению, рыцарь Пентакли говорит, что у вас стабилизация положения будет. Вот, поэтому, ну, опять-таки, да, по справедливости, это у нас, что касается финансов и тех, кому там вышел развод, какие-то судебные разбирательства. Так, давайте посмотрим для тех, кто одинок, что у них будет в личной жизни. Для тех, кто одинок. Для тех, кто одинок. Так, рекламная карточка. Для тех, кто одинок. Что будет в апреле месяце в личной жизни для тех, кто одинок. Ну, я пока не вижу прям, чтобы у вас здесь была любовь-морковь. Я вижу, что у вас здесь произойдут какие-то глобальные просто перемены в жизни. Карта страшного суда. Посмотрите, вот он трубит свою дудочку. Да, это изменения такие действительно глобальные. Во-первых, это старший аркал. Во-вторых, это еще страшный суд. А это во-первых. Потом здесь вышло колесо фортуны. Да, то есть вот здесь карта башни говорит о том, что вы вот разрушите все старое, разрушите все до руин. Здесь у вас перемена будет в жизни. Колесо фортуны перевернется в вашу сторону. Да, вот повернется, как мне бабушка говорила, не задницей, а передницей. То есть здесь вот колесо фортуны закрутится в вашу сторону. И вы вот сложите свои доспехи Жанны Дарк в свой чемоданчик, уберете куда-нибудь на этот самый, наверх, да, пылится в шкаф, что пускай уже хватит, и я уже устала, и я не хочу. Вот вы уйдете, вы отойдете от всех вот этих вот каких-то ссор, выяснений отношений. Здесь именно у вас, вы выйдете в императрицу, чувство собственного достоинства. Я люблю себя, я занялась собой, да. Вы можете даже поменять как-то гардероб, обновиться, там, прическа, макияж, еще что-то. Здесь вы выйдете в ноль, да. Вы, причем такие у вас колоссальные по карте колесо фортуны, по карте страшного суда, такие колоссальные изменения. Вы можете вообще просто крутануть свою жизнь на 180 градусов. И у вас здесь будет движение к любви. У вас, во-первых, огромная, посмотрите, какая чаша любви. У вас столько эмоций, столько любви, да, вот прям плескается все, ну, некому пока ее дать, да. То есть, точнее говоря, может быть, даже есть кому, но вы пока не очень готовы, да. Вот, ну, побаивайтесь немножко, хотя любви очень хочется. Очень хочется простого женского счастья. Здесь вы будете продумывать, заниматься собой, может быть, пройдете какое-то обучение, либо будете здесь работать над собой, планирование дальнейших действий, да, в личной жизни, как, что я хочу, какие должны быть отношения. То есть, вы четко все по полочкам расставите, вот. И здесь вот действительно у вас такое вот, как вы выйдете в ноль, я бы сказала. Здесь у вас колоссальная будет работа над собой. Просто вот, я не знаю, девочки, вы молодцы. Только мне остается вас похвалить. Давайте посмотрим, что еще будет у вас в личной жизни, кроме того, что вы проработаете себя, кроме того, что у вас будут какие-то колоссальные изменения в личной жизни. Что еще у вас будет в личной жизни? У вас здесь придет справедливость. Вы уйдете от каких-то хитростей, семерка мечей. У вас появится энергия. Вы как-то знаете, как... Ну, вы вот с этой ситуацией, которая у вас была, не знаю какая, почему вы одна, да, у каждого свое. Вот эта ситуация вас вымотала. Там было какое-то предательство, какая-то измена, какая-то подстава у вас в личной жизни. Ну, в общем, некрасивая какая-то очень ситуация. И у вас была колоссальная потеря энергии. Во-первых, вы потеряли себя. Во-вторых, вы потеряли энергию. Да, как-то вставали, жить не хотелось. Вот здесь вот у вас вы становитесь королевой жезлов. Вот у вас энергия, вы прям наполнитесь, да, королева жезлов, карты императрицы. Ну, что может быть лучше. И энергия у вас будет, и внешне вы как-то поменяете. Здесь вот такая ситуация. Ну, и, собственно говоря, карта справедливости. Опять-таки, в вашу жизнь приходит справедливость. Высшие силы на вашей стороне. Карта Иерофанта говорит о том, что высшие силы на вашей стороне. Вы поверите, вас услышат, да, вас вздохнут. Второе дыхание, третье там дыхание, десятое, не знаю у кого какое, да. Здесь услышат вас, девочки, вас услышали. Ну, и праздник будет. Вы будете проводить приятное время, может быть, ходить на какие-то свидания, да. Может быть, ходить просто, ну, не обязательно с мужчиной, да, если мы говорим про личную жизнь. Здесь я не вижу, чтобы вы были одна. Вокруг вас есть люди, да. При большом желании, если вы хотите, у вас будет мужчина. Но я не вижу, чтобы вы как-то пока к этому были готовы. Вы сейчас больше заняты с проработкой себя, да, и вам нужен не просто мужчина какой-нибудь, знаете, для галочки, а именно здесь мужчина должен для жизни. Мужчина стабильный. Мужчина, который может брать на себя ответственность. Поэтому вам абы кто не нужен, да. И поэтому вот они вроде бы есть вокруг вас, вот здесь вот мужчины, я их вижу, но вы как-то, ну, то ли, знаете, пока не готовы, просто, просто, может быть, общаетесь, приятное время проводите. То ли, ну, это не ваше, да, вы понимаете, что я не хочу тратить на этого мужчину времени, потому что это не моё. Вот, здесь, здесь пока вы, я трогаю кубков, я не могу сказать, что вы здесь будете плохо проводить время. Вы можете уделять время себе, вы можете ходить там куда-то на праздники, вы можете сами себе устраивать праздники. Ну, не спеша, вы не спешная, да. Вы немножко здесь, вы никуда не торопитесь, девочки. Здесь именно никуда не торопится. Женщина придёт, мужчина, я с ним постепенно буду общаться, я узнаю, что за человек, я не буду здесь в умот с головой. Здесь девочка, девочка, женщина, неважно кто, будет очень практично подходить к своему избраннику. Да, со всех сторон посмотрю, со всех сторон покручу, если подойдёт, да, что-то вот получится. Ну, вот он идёт, какой-то мужчина у вас здесь здесь будет, а что с ним у вас здесь будет? Ну, здесь вы будете общаться, подводить какие-то итоги, ну, с ним, да. Но я имею в виду, что итоги здесь карты мира, просто я не вижу, чтобы это был старый мужчина. Здесь просто говорят, хотя здесь и старый может быть, который, потому что вначале выходил, да, здесь вы можете подвести со старой. Если это старый мужчина, то здесь вы просто подведёте с ним итоги, сделайте выбор, выйдите из зоны комфорта. Если это новый мужчина, то здесь просто будете общаться с ним. Ну, я не вижу, что прям супер-пупер роман был, да. Ну, будете просто какое-то общение, здесь эти мужчины будут. Если это старый мужчина, опять-таки, королева чаши, король Пентакли, которые вначале выходили, то здесь вы будете подводить с ним итоги. Итоги очень значимые для вас. Если это новый мужчина, который у вас есть, да, здесь просто будет, я не вижу, чтобы супер-пупер прям любовь была, но будет какое-то общение неспешное. Опять-таки говорю, неспешное какое-то общение здесь будет. Это для одиночек. Давайте посмотрим, что не для одиночек тут у нас. А что не для одиночек здесь, кто в паре находится? Кто здесь в паре находится? Ну, здесь у вас тоже, смотрите, опять и Колесо Фортуны, и Страшный Суд. Здесь у вас тоже будут колоссальные перемены в отношениях. Выход из зависимости, выход от хитрости здесь у вас будет. Вы будете здесь делать выбор. У вас карта смерти. Будете все отсекать здесь. Будете все отсекать, все рубать. Здесь у вас именно идет, вот у вас очень судьбоносный. По-моему, у меня и личная жизнь на апрель у вас тоже там самое выходило. В общем-то, смотрите, девочки, вот карты, другая колода, да, другой расклад, а карта почти одни и те же. То есть здесь, ну, видимо, меня одни и те же смотрят. Здесь у вас глобальные перемены в личной жизни. Здесь вы будете отходить от созависимых тяжелых отношений, от треугольников, от измен каких-то, от хитрости, измены, коварства, воровства. Вы от этого уходите. Вы здесь делаете выбор. Вам очень страшно. Карта девятка мечей, карта луны. Прям вот у вас могут быть вещи и сны. И вообще информация через сны, через знаки вам приходит. Вам очень страшно. Вы можете плохо спать, крутиться, вертеться. Вот эти вот очень-очень много страхов, да, а получится или не получится. А вдруг вот там будет хуже, если я выйду из этой зоны комфорта. Мне надо сделать выбор, а я его боюсь. Вот у вас очень сильно, вы прям себя накручивали. Вы отсюда выйдете. Вы сделаете выбор. Вот здесь карты однозначно говорят, что вам надоест бороться сама с собой. Вам надоест бояться. И вы здесь сделаете выбор. У вас здесь вообще полная трансформация будет в отношениях. Перерождение. Отношения с этим императором. У вас здесь будет. Уйдете вы. То есть так, как раньше здесь не будет. Знаете, сколько старших арканов. Луна, смерть, император, страшный суд, колесо фортуны. Здесь прям вот у вас какой-то такой вот очень судьбоносный период в жизни. Решение. Либо мы будем с этим мужчиной, либо нет. Я устала бояться. Я устала жить в неведении. Я все. Я не хочу больше этого. Здесь вот такая ситуация. Кстати, говорят, здесь мужчина может быть младше вас. Может быть не славянской внешности. Для кого это актуально, да. Либо просто он может себя здесь вести с виду императора, а на самом деле пожог. Вот. Здесь такая ситуация. То есть здесь вы решите эту проблему. Она прям как нарыв, знаете, прорвется у вас. Вот вы копили, копили, копили. А вот сегодня все. Вот в апреле прорвется все это. Прорвется. Вы уже настолько устали бояться. Вы уже настолько устали в этих отношениях, что вам уже будет все равно. Вот просто вот пускай вот лучше нарвет, да, вот эта болячка, да. Пускай ее надо прочистить. Вот. Поэтому здесь вот такая вот прям показывает, знаете, нарыв. Вот он прям как вот потечет все оттуда, потому что все надоело уже. Вот. Пускай один раз будет сильно больно, а пускай один раз будет вот все это вылезет, но потом зато будет облегчение, да, от того, что это закончилось. Либо мы действительно полностью расстанемся. Да, мне будет больно, да, я попереживаю, но я успокоюсь, я уже не буду ждать, не буду бояться. Либо все, ну, поначалу, да, здесь вот действительно здесь человек дошел, да, вот все просто, да, вот дальше некуда. И уже бояться здесь уже, да, так ощущение, что вам уже бояться просто ничего. Уже просто хоть что-нибудь пускай решится, я уже на все согласна. Вот здесь такая ситуация у вас будет, да. Вы выйдете из этой, вы выйдете из этой ситуации. Ну, здесь карта мира, понимаете, я не знаю, здесь карта мира, здесь вы будете подводить итоги. Не знаю, какие итоги, мы посмотрим на май уже, да, потому что здесь карты говорят, что именно вот этот месяц, он будет такой вот, где вы будете решать. В следующем, если вам понравился такой расклад, мы можем сделать потом на май его, да, посмотрим. И для одиночек, и для тех, кто в отношениях. То есть вот здесь у вас именно опять карты говорят, здесь каждый сам свой выбор сделает. Здесь я не вижу, чтобы, знаете, вы какой-то, ну, к чему-то. Вот здесь просто будет карта мира, карта подведения итогов. Ухода от хандры, ухода от какой-то вот переживаний. Здесь такая ситуация. Вот вы подведете итоги, и в мае во что-то новое пойдете. Либо с этим мужчиной, либо без этого мужчины. Здесь вот такая ситуация. Да, здесь все. Нет, здесь будет движение. Не показывают, какое движение. Посмотрим в мае, да, девочки. Не буду здесь ничего смотреть и высасывать из пальца. Просто показали, что будет подведение итогов, выход из зоны комфорта. Перестанете бояться. Колесо фортуны крутанется в вашу сторону. Вас высшие силы услышали. Взяли вас уже здесь под контроль. Да, уже здесь мало что зависит от вас. И по карте смерти здесь будет полная трансформация ваших отношений. Либо вы действительно выйдете с этим человеком в ноль. И начнете какие-то стабильные отношения. Либо вы просто, да, здесь решите, что все. Это действительно большая жирная точка. И больше ничего не будет. Вот так вот. Я дальше не буду смотреть, потому что здесь не идет. Ну, вот такая информация пришла. Видимо, у каждого свое, да. Вас на канале слишком много. Я так вроде бы все еще слишком, ну, вроде бы обобщенно всем сказала, чтобы всем подошло. Вот. Ну, вот такой вот вам совет от меня. Я вам желаю отличного апреля. Здоровья вам, любви, исполнения всех ваших желаний. Девочки, я вас всех люблю, всех целую. Каждому по мешочку золота желаю. По большому мешочку золота. Вот. Будьте прекрасны, здоровы, счастливы и любимы. До новых встреч.